Здравствуйте, мои любимые мальчики и девочки, папы и мамы, бабушки и дедушки. Сегодня мы будем слушать сказку «Кот в сапогах». Итак, было у мельника три сына, и оставил он им, умирая, всего только мельницу, осла и кота. Братья поделили между собой отцовское добро без нотариуса и судьи. Которые бы живо проглотили все их небогатое наследство. Старшему досталась мельница, среднему осел, ну а уж младшему пришлось взять себе кота. Бедняга долго не мог утешиться, получив такую жалкую долю наследства. Братья, говорил он, могут честно заработать себе на хлеб. «А что останется со мною после того, как я съем своего кота и сделаю из его шкурки муфту? Прямо хоть помирай с голоду!» Кот услышал эти слова, но виду не подал, а сказал спокойно и рассудительно. «Не печальтесь, хозяин, дайте-ка мне мешок, да закажите пару сапог, чтобы легче было бродить по лесу, и вы увидите, что вас не так уж обделили, как вам это сейчас кажется». Хозяин кота и сам не знал, верить этому или нет, но он хорошо помнил, на какие хитрости пускался этот плут, когда охотился на крыс и мышей. Как ловко он прикидывался мертвым, то повиснув на задних лапах, то зарывшись чуть ли не с головой в муку. Кто его знает, а вдруг и в самом деле он чем-нибудь поможет беде? Едва только кот получил все, что ему было надобно, он живо обулся, молодецки притопнул, перекинул через плечо мешок и, придерживая его за шнурки передними лапами, зашагал в заповедный лес, где водилось множество кроликов, а в мешке у него были отруби и заячья капуста. Растянувшись на траве и притворившись мертвым, он стал поджидать, когда какой-нибудь глупый кролик, еще не успевший испытать на собственной шкуре, как зол и коварен свет, заберется в мешок, чтобы полакомиться припасенным для него угощением. Долго ждать ему не пришлось. Какой-то молоденький доверчивый простачок кролик сразу же прыгнул в мешок. Недолго думая, кот затянул шнурки и покончил с кроликом безо всякого милосердия. После этого, гордый своей добычей, он отправился прямо во дворец и попросил приема у короля. Его ввели в королевские покои. Кот отвесил его величеству почтительный поклон и сказал, — Государь, вот кролик из лесов маркиза де Карабаса. Такое имя выдумал он для своего хозяина. Мой господин приказал мне преподнести вам этот скромный подарок. — Поблагодари своего господина, — ответил король, — и скажи ему, что он доставил мне большое удовольствие. Несколько дней спустя кот пошел на поле и там, спрятавшись среди колосьев, опять открыл свой мешок. На этот раз к нему в ловушку попались две куропатки. Он живо затянул шнурки на мешке и понес обеих королю. Король охотно принял и этот подарок и приказал наградить кота. Так прошло два или три месяца. Кот то и дело приносил королю дичь, будто бы убитую на охоте его хозяином маркизом де Карабасом. И вот как-то раз кот узнал, что король вместе со своей дочкой, самой прекрасной принцессой на свете, собирается совершить прогулку в карете по берегу реки. — Согласны вы послушаться моего совета? — спросил он своего хозяина. — В таком случае счастье у вас в руках. Все, что от вас требуется, это пойти купаться на реку, туда, куда я вам укажу. Остальное предоставьте мне. Маркиз де Карабас послушно исполнил все, что посоветовал ему кот, хоть он вовсе и не догадывался, для чего это нужно. В то время, как он купался, королевская карета выехала на берег реки. Кот со всех ног бросился к ней и закричал, что было мочи. — Сюда, сюда, помогите! Маркиз де Карабас тонет! Король услыхал этот крик, приоткрыл дверцу кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему в подарок дичь, сейчас же послал свою стражу выручать маркиза де Карабаса. Пока бедного маркиза вытаскивали из воды, кот успел рассказать королю, что у его господина во время купания воры украли все до нитки. А на самом деле хитрец собственными лапами припрятал хозяйское платье под большим камнем. Король немедленно приказал своим придворным доставить для маркиза де Карабаса один из лучших нарядов королевского гардероба. Наряд оказался и в пору, и к лицу. А так как маркиз и без того был малый, хоть куда красивый и статный, то, приодевшись, он, конечно, стал еще лучше, и принцесса, поглядев на него, нашла, что он как раз в ее вкусе. Когда же маркиз де Карабас бросил в сторону королевской дочки два-три взгляда, весьма почтительных, но в то же время очень нежных, она влюбилась в него без памяти. Отцу ее молодой маркиз тоже пришелся по сердцу. Король был с ним очень ласков и даже пригласил сесть в карету и принять участие в прогулке. Кот был в восторге от того, что все идет как по маслу, и весело побежал перед каретой. По пути он увидел крестьян, косивших на лугу сено. «Эй, люди добрые!» — крикнул он на бегу. «Если вы не скажете королю, что этот луг принадлежит маркизу де Карабасу, вас всех изрубят в куски, словно начинку для пирога. Так и знайте». Тут как раз подъехала королевская карета, и король спросил, выглянув из окна, «Чей это луг вы косите?» «Маркиза де Карабаса», — в один голос отвечали косцы, потому что кот до смерти напугал их своими угрозами. «Однако, маркиз, у вас тут славное имение», — сказал король. «Да, государь, этот луг каждый год дает отличное сено», — скромно ответил маркиз. А между тем кот побежал все вперед и вперед, пока не увидел жнецов, работающих на поле. «Эй, добрые люди!» — крикнул он. «Если вы не скажете королю, что все эти хлеба принадлежат маркизу де Карабасу, так и знайте, всех вас изрубят в куски, словно начинку для пирога». Через минуту к жнецам подъехал король и захотел узнать, чьи это поля они жнут. Поля маркиза де Карабаса был ответ, и король опять порадовался за господина маркиза. А кот все бежал и бежал, впереди кареты, и всем, кто попадался ему навстречу, приказывал говорить одно и то же. Это дом маркиза де Карабаса, это мельница маркиза де Карабаса, это сад маркиза де Карабаса. Король не мог надевиться богатством молодого маркиза. И вот, наконец, кот прибежал к воротам прекрасного замка. Тут жил один очень богатый великан-людоед. Никто на свете никогда не видал великана богаче этого. Все земли, по которым проехала королевская карета, были в его владении. Кот заранее разузнал, что это был за великан, в чем его сила, и попросил допустить его к хозяину. Он, дескать, не может и не хочет пройти мимо, не засвидетельствовав своего почтения. Людоед принял его со всей учтивостью, на какую способен людоед, и предложил отдохнуть. «Меня уверяли, — сказал кот, — что вы умеете превращаться в любого зверя. Ну, например, вы будто бы можете превратиться в льва или слона». «Могу, — ряпкнул великан, — и чтобы доказать это, сейчас же сделаю с львом. Смотри!» Кот до того испугался, увидев перед собой льва, что в одно мгновение взобрался по водосточной трубе на крышу. Хоть это было трудно и даже опасно, потому что в сапогах не так-то просто ходить по гладкой черепице. Только когда великан опять принял свой прежний облик, кот спустился с крыши и признался хозяину, что едва не умер со страху. «А еще меня уверяли, — сказал он, — но уж этому я-то никак не могу поверить, что будто бы вы умеете превращаться даже в самых мелких животных. Ну, например, сделаться крысой или мышкой. Должен сказать по правде, что считаю это совершенно невозможным». «Ах, вот как невозможным! — переспросил великан. «А ну-ка, погляди!» И в то же мгновение великан превратился в мышь. Мышка проворно забегала по полу, но кот на то ветеный кот погнался за ней, разом поймал и проглотил. Тем временем король, проезжая мимо, заметил прекрасный замок и пожелал войти туда. Кот услыхал, как гремят на подъемном мосту колеса королевской кареты, и, выбежав навстречу, сказал королюк, «Добро пожаловать в замок маркиза де Карабаса, ваше величество! Милости просим!» «Как, господин маркиз!» — воскликнул король. «Этот замок тоже ваш? Нельзя себе представить ничего красивее, чем этот двор и постройки вокруг. Да это прямо дворец! Давайте же посмотрим, каков он внутри, если вы не возражаете!» Маркиз подал руку прекрасной принцессе и повел ее вслед за королем, который, как полагается, шел впереди. Все втроем они вошли в большую залу, где был приготовлен великолепный ужин. Как раз в этот день людоед пригласил к себе приятелей, но они не посмели явиться, узнав, что в замке гостит король. Король был очарован достоинствами господина де Карабаса почти так же, как его дочка. А та была от маркиза просто без ума. Кроме того, его величество не мог, конечно, не оценить прекрасных владений маркиза и, осушив пять-шесть кубков, сказал, «Если хотите стать моим зятем, господин маркиз, это зависит только от вас, а я согласен». Маркиз почтительным поклоном поблагодарил короля за честь, оказанную ему, и в тот же день женился на принцессе. А кот в сапогах стал знатным вельможей и с тех пор охотится на мышей только изредка для собственного удовольствия. Вот и сказке конец. А кто слушал, молодец! Понравилось видео? Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши комментарии и жми на колокольчик. До встречи в новых видео! Субтитры создавал DimaTorzok